В первый класс в этом году пошли 2433 первоклассника. В целом, общее количество учащихся увеличилось. Если в прошлом учебном году за парты Экибастузского региона сели 19 тысяч учеников, то в этом году в школы пришло порядка 20 тысяч детей. Изменений в системе образования очень много. Первое, изменился сам процесс принятия в школу. В этом году внесены изменения в правила приема. Если до этого года мы принимали всех 6-летних, 7-летних детей, то с января 2019 года мы будем принимать детей всех, кому исполняется 6 лет. То есть 7-летки у нас уже в школе должны сидеть. И еще были такие прецеденты, что мы набирали детей, которым на 1 сентября исполнялось 6 лет. А теперь, даже если ребенку 31 декабря исполняется 6 лет, и родители желают такого ребенка отправить в школу, мы такого ребенка принимаем. Преподаватели, которые с этого года вместо привычной аттестации будут проходить аккредитацию, уже второй год используют электронный журнал «Кунделек Кейзет». Также внедрена система суммированного оценивания за раздел и суммированное оценивание за четверть, так называемые СОР и СОЧ. Это когда преподавателям будет выставляться определенный балл ученику за изученный раздел, который в последующем будет суммироваться в конце четверти. Сегодня почти все школы имеют статус смешанных в отношении языка обучения. Мы в прошлом году завершили перевод всех детских садов на язык воспитания и обучения смешанный. В этом году у нас по региону в нескольких школах с русским языком обучения открыты классы с казахским языком. Хочу привести пример. Это 6-я школа, это у нас 23-я школа, это у нас 24-я школа, это 10-я школа, где в этом году мы впервые взяли первый класс детей с казахским языком обучения. В этих классах работают специалисты дипломированные. Вопрос нехватки учебных пособий, как для учеников первых классов, так и для школьников постарше, волнует многих родителей. Есть определенный перечень учебников, разрешенных к использованию в учебном процессе. В этом году у нас по обновлению идут 3-6-8 классы, но, как я сказала, у нас контингент детей увеличился, а учебники были для первого класса приобретены в прошлом году, 1-2, а в этом году детей больше пришло. Поэтому мы будем решать вопрос до закупа. Поэтому сейчас, если в школах есть излишки с одной школы в другую, внутренним переводом переводят, то, что не хватит, это будет осуществлено до закупа. Если в вопросе нехватки учебников Министерством образования страны принято решение докупить нехватающее количество пособий для учеников, то в отношении рабочих тетрадей для младших классов вынесена рекомендация МОМ. Родители задают вопросы относительно рабочих тетрадей. В прошлом году, вы знаете, мы рабочие тетради купили в октябре месяце, потому что они были обязательно. Но поскольку учебники у нас закупаются на несколько лет, а рабочие тетради получаются на один год, ну, как бы неравномерно. Тот, кто первый год учится, он с тетрадкой идет рабочий, а кто этими учебниками пользуется второй, третий, четвертый год, то он идет без рабочих тетрадей. Поэтому Министерством образования Республики Казахстан вынесена рекомендация, что прописи не обязательны, рабочие тетради не обязательны. Сегодня дети, обучающиеся в школах всей страны, находятся в постоянном напряжении, так как сама сфера образования переживает постоянные реформы. Это касается и самого процесса получения знаний учениками и всевозможных новшеств, начиная от электронного дневника и заканчивая единой формой, которая, кстати, в следующем году станет необязательной. А что из этого выйдет, покажет время.